Здравствуйте, коллеги! С вами Игуда Куршин. Воскресные чтения. Сегодня об актуальном ритроградной Меркурии. Можно по-разному относиться к этой теме. Можно не относиться вообще. Но для меня она актуальна, поэтому попросил свою супругу Таню Куршин подготовить статью с материалами по ритроградному Меркурию, чтобы определить актуальные для меня гомеопатические препараты на данный период времени. Для начала сама статья. Пожалуй, в нашей Солнечной системе наиболее заметное влияние на человека из всех планет оказывает Меркурий. Я не беру в расчет Солнце и Луну, так как они не являются планетами. Казалось бы, Меркурий не самая близкая к нашей Земле планета, однако из особенностей ее орбиты довольно часто Меркурий оказывается к нам ближе, чем непосредственные соседи Марс и Венера. Ближе имеется в виду чисто с астрономической точки зрения. А учитывая ее высокую скорость, мы имеем честь общаться с ними только близко, но и часто. В итоге получается, что если условно поставить Землю в центры Солнечной системы, то самая высокая скорость на небосводе будет наблюдаться у Солнца, Луны и Меркурия. С астрологической точки зрения, это значит, что их влияние в рамках жизни человека наиболее очевидно, так как влияние больших и медленных планет типа Сатурна, Юпитера и прочих разглядеть гораздо сложнее. Примерно раз в три месяца интернет начинает пестрить статьями астрологов о том, что вот Меркурий вошел в ретроградную фазу. Берегитесь! Не могу сказать, что беречься стоит всем и каждому. Очень многое зависит от того, какое положение Меркурий занимает в вашей натальной карте. А уж в зависимости от этого можно предположить, насколько влияние периода ретроградного Меркурия отразится на вас. Например, мне с Меркурием повезло. Независимо от того, что там происходит на небе, в какую-то передрягу попала эта маленькая планета, я очень редко ощущаю на себя меркурианские глюки. Однако, я имею возможность почти каждый день наблюдать, как бьют по голове одного моего знакомого. Ну, знакомый это муж, разумеется, то есть я, которого из натальной Меркурии не очень повезло, в отличие от меня. Сломалась машина? Запросто наперто сломался с компьютера. Это тоже не вопрос. Потерять телефон? Пожалуйста. Незачем даже приводить в пример эти мелкие передряги, типа бробок, сбоящие техники, нарушение договоренностей. Человек в период рета Меркурия начинает буквально прессовать так, что не прессует ни в один другой период. К счастью, так везет далеко не всем. В основной массе свои люди не очень замечают эти периоды. И если только их род деятельность не связана напрямую с меркурианскими задачами, и положение их натального Меркурия не осложнено каким-либо напряженными аспектами. Да чуть чаще ломается, да. Чуть больше опозданий, да. Чуть больше ошибок, пробок, сбоев, потерь и так далее. Но несмотря на то, что проявляется литрограда Меркурия для каждого с разной силой и вредности, его влияние все же типичное и можно упорядочить в конкретной категории. Вот здесь начинается интересное для нас гомеопатов. Если есть какая-то конкретика, которая повторяется из раза в раз, как минимум три раза в год, это можно попробовать корректировать. Главное, что это оказывает влияние на большинство из нас. А если вы прислушаетесь к себе, вы поймете, что в принципе на всех. Так или иначе. Прежде всего стоит выделить основные характеристики литроградного периода Меркурия. Ретро-Меркурий искажает свойства мышления и мешает нам активно управлять своим временем. Во время ретро-Меркурия возникают разного рода сбои и искажения в обмене информации. Это очень важно. Люди не понимают друг друга, перестают понимать друг друга. Несмотря на то, что разговаривают на одном и том же языке, теряются вещи, мелочи, информации, деньги, воспоминания. Однако это также время находок. Находится обычно то, что было потеряно раньше. Я могу добавить также, что это время ремонта. То есть то, что было сломано раньше, в этот период лучше всего и ремонтировать. Чтобы понять, как действует планета в подпятном движении, можно просто взять список основных его свойств и перевернуть их. Основные свойства Меркурия. Меркурий в целом отвечает за аппарат мышления. Значит, страдает весь мыслительный аппарат. Его глючит. Меркурий отвечает за выражение мыслей в словах. Значит, страдает вся речевая функция. С трудом подбираются слова. Меркурий отвечает за все виды коммуникации и контакта. Значит, вся контактная сфера начинает давать сбои. Меркурий символически отвечает за руки. Значит, держите предметы крепче. То есть люди роняют. Роняют, ломают, случайно ломают. Какие-то вещи, электроприборы, компьютеры. Меркурий отвечает за способность хорошо видеть близкое пространство, детали. Значит, начинает забоить именно детальное видение. Все вроде бы как обычно. Когда вы начинаете углубляться в какую-то задачу, детализировать, здесь начинает возникать проблема. Как видите, засада со всех сторон. Наша цивилизация, цивилизация Меркурия со всеми связями, контактами, дорогами, интернетами. Отдыхает Меркурий. Отдыхаем вместе с ним и мы. Имеется в виду отдыхает, когда он идет по пятную, в период ретроградности. Конечно же теряем деньги, потому что именно с деньгами, рынком и торговлей связано само латинское название планеты. Исторически планета была названа в честь древнеримского бога Меркурия, покровителя торговли, прибыли и обогащения. Позднее он был отождествлен с Гермесом. Этот бог считался очень быстроногим и часто его изображали в крылатых сандалях и шлеме. Когда древние астрономы открыли ближайшую к Солнцу планету, именно за ее скорость они прозвали ее именем Меркурия. В мифологии Меркурии Гермес отвечал еще и за путешествия, хитрость, красноречие и разум. Кстати, стоит отметить, что Меркурий глючит не только по отношению к наблюдателям за стороны Земли, но имеет также и свое личное свойство периодически терять восприятие, скажем так, линейности времени. Меркурий обладает так называемым эффектом Иисуса на Вина, который характеризуется тем, что Солнце после небольшой остановки начинает вести движение в противоположном направлении. Это объясняется тем, что когда планета находится вблизи перигелия, ближайшей к Солнцу точкой орбиты, на протяжении 8 суток скорость вращения вокруг Солнца уменьшается, в то время как скорость движения вокруг своей оси не меняется. Такая разность в скоростях приводит к эффекту попятного движения Солнца. Явление для нашей системы уникальное, и тем более интересное, что встречается оно на планете одной из символических значений, которые, собственно, путь, дорога, движение из точки А в точку Б. Поэтому, когда планета сама по себе имеет такой неравномерный солнечный день, перестаешь удивляться тому, что линейность времени под ее воздействием начинает сбоить. В принципе, мы имеем некое понимание того, что стоит и чего не стоит делать в периоды электрагодного Меркурия. Ну, а если подумать о проработке таких периодов, да и самой планеты в целом, на более высоком тонком уровне, не только с помощью конкретных действий и мыслительных упражнений, но и используя материалы природной деятельности. В этом разрезе можно рассматривать, например, гемоастрологию, астрологию камней. С той или иной планетой можно работать в зависимости от того, есть ли в карте нативы недостаток или напротив избыток энергии этой планеты. Планету можно разгружать, если она несет на себе слишком много аспектов и имеет сложное положение. Планету можно активизировать в зависимости от тех или иных периодов времени. Например, согласно Титамасе, в случае, если мы имеем недостаток энергии Меркурия, то это непосредственно сказывается на состоянии нервной системы и мозга, ослабляя их и приводя к общей атонии. Могут наблюдаться кишечные расстройства, нервное происхождение, дыхательная недостаточность, предрасположенность к аллергии, плохая координация движения, ослабление связок сухожилий. Физические симптомы я не стал бы брать больше. Известна картина изменения на эмоциональном и ментальном уровнях. Поэтому симптомы более актуальны для нас, гомеопатов. Я попробую рассмотреть их более подробно. В психологическом плане снижаются конкретные умственные способности, ощущается интеллектуальный упадок, ослабляется логика, возникают трудности в сфере языкового выражения, такие как заикание, отсутствие аргументации, недостаток изобретательности, сокращаются психические способности, ухудшаются навыки ручного труда, наблюдается ослабление или запоздалость рефлексов. В социальном плане отмечается плохой контакт с молодежью, но худшие отношения в сфере коммерции. То есть это совсем неудачное время для заключения каких-то новых сделок. Для восполнения этого энергетического недостатка рекомендуется использовать цветные и оранжевые камни, а также камни серой гаммы, такие как серый агат, тигровый глаз, бычий глаз, сердолик. Последние из перечисленных камней обычно носили королевские гонцы, что позволяло им лучше всего и отчетливее изъясняться. Если же мы говорим о том, что энергия Меркурия перегружает человека, то это приводит к ненасытному и порой нездоровому любопытству потребности говорить сверх пределов разумного, то есть болтливости, непомерной критичности, в целом к чересчур нервозному общему настроению. В физическом плане это может в конечном итоге отрицательно сказываться на нервной системе, спинном мозге, вызывать воспаление седалищного нерва, смещение межпозвоночных дисков, воспаление связок и т.д. В этих случаях рекомендуется использовать камни в голубоватых и прозрачных оттенках, такие как горный хрусталь, лапис, лазурь, синий сапфир, лазулит и т.д. Но, возможно, информация будет интересна тем, кто в теме. Мы же рассмотрим гомеопатический подход, основной принцип которого заключается подобное лечится подобным. Если мы попробуем найти гомеопатический препарат, который в своем патогенезе вызывает те же или подобные симптомы, что и при движении планеты вспять, то теоретически, теоретически, мы сможем смягчить воздействие Меркурия. На такую мысль наводит уже даже то, что именем Меркурия названа не только планета, но и металл, ртуть Меркурию Солюбелис, который так прозвали именно за подвижность, текучесть и быстроту. Ну, наверное, Меркурию Солюбелис действительно, как препарат, явно находящийся в матрице, имеет смысл рассмотреть с точки зрения гомеопатии. Вы же наверняка все хорошо помните суть данного гомеопатического средства. Это заторможенность и непослушание. Отвечать на вопросы медленно, слабая память, усталость от жизни, раздражительность, нетерпеливость, склонность возражать, спорить, недовольство, жалобы на родственников. Интересно, да? Недовольство, жалобы именно на родственников и окружение, в котором он находится. То есть это твое, личное, собственное, часть твоего мира, и у тебя возникают какие-то конфликты. Приблизительно то же самое происходит в период ретроградного Меркурия. Продолжая жить обычной жизнью, в какой-то момент времени у тебя возникают ситуации, которых не было. Месяц назад и не будет через месяц. А в этот период почему-то возникают. Что еще характеризует Меркурию и солюбились? Крайняя степень нетрудолюбивость. То есть это период, когда не хочется делать ничего, или все, что ты делаешь, просто не получается, и поэтому не хочется делать ничего. Что еще интересно в Меркурию, если мы будем рассматривать его как возможный препарат для корректировки данного периода? Неэффективность функции. В Меркурии это одна из ключевых характеристик. Когда человек болеет, и, скажем, ночью он под влиянием тех или иных лекарственных средств потеет, то, как правило, мы ожидаем, что с утра он чувствует себя лучше. То есть, когда у человека сухой жар, а потом, попив чай с малиной, и приняв беладонну, жар меняется, человек потеет, то с утра он чувствует себя лучше. У Меркурия как раз все наоборот. Потеет, просыпается, чувствует себя плохо. Здоровый организм имеет защитный механизм. Реактивность позволяет ему создавать устойчивое и эффективное равновесие. У Меркурия эта функция ослаблена, становится неустойчивой. Почти все стимулы поглощаются без достаточной защиты. Это приводит к такому патологическому состоянию. Медленности работы ума, медленно отвечает на вопросы, медленно осознает, что происходит. В процессе развития в этой патологии возникает период так называемой импульсивности, когда Меркуриюс неадекватно реагирует на стимулы извне. Хаотично, импульсивно. Ну, давайте вернемся к тексту. В любом случае, теме проработки Меркурия стоит посвятить отдельную статью, а пока можно остановиться на действиях, которые помогут особому многострадальному сохранить спокойствие духа. В периоды ретро-Меркурия не следует, не рекомендуется начать никаких новых дел, подписывать договора, покупать технику. Это время, когда вы можете потерять товар, посылку переплатить, не увидеть какие-то детали или просто купить бракованную вещь. Это время, когда стоит заниматься чем-то, что вы никак не могли долго закончить, чинить, возвращать в жизнь старые проекты, знакомства, связи. Это время для учебы, самоанализа. Это время для того, чтобы планировать, анализировать, но не начинать. Это время подготовки. Не стоит вкладывать деньги в какие-то новые активы, но зато можно продать старые, которые висели в вашем портфеле долго, и вы не знали, что с ними делать. А ретро-Меркурия – это время выводов и четкой категоризации ваших персональных грабелей вилл. И чем раньше вы займетесь разбором этих завалов, тем ровнее будет ваша дальнейшая дорога. Окей, ну давайте попробуем рассмотреть проблему с точки зрения гомеопатии. Для меня это ближе, чем астрология. Поэтому, как человек, четко чувствующий каждый период ретроградности Меркурия, я задумывался и задумывался не раз над препаратами, которые, в принципе, могут смягчить воздействие этой планеты. Давайте посмотрим, что мы видели с вами в статье. Какие основные характеристики прямого и ретроградного Меркурия? Во-первых, наверное, изменчивость, изменчивость в состоянии психики. Я буду использовать программу Complete Dynamics. Рубрики искать на русском языке, хотя должен еще раз уточнить, что если для вас важна точность, то рубрики необходимо искать на английском языке, так как русский перевод, к сожалению, в этой программе хромает. Итак, начнем с первого состояния. Это была психика, изменчивость, состояние меняется, эмоциональное состояние меняется. Можно перейти к главе психика, то есть написать здесь ПСИ, здесь, соответственно, так и пишите СОСТО, Я, можно отдельными, неполными словами, меняется, МЕН, изменчивость, состояние меняется. Для чистоты эксперимента будут брать самые большие рубрики для того, чтобы максимально охватить все возможные препараты. Добавляем рубрику в анализ. Следующий рубрик, которую мы могли бы взять и которую мы читали, видели в тексте, это потеря концепции времени. Помните, там есть такое странное нарушение, когда у человека извращается восприятие времени. То же самое в психике вы пишете слово ВРЕМЯ, слово Концепция, смотрите, что вам выдает реперторий. Время потери концепции добавить рубрику. Что еще интересного было про этот период? В этот период люди много и бесполезно говорят, много работают или делают, но бесполезных занятий или действий. В этот период люди часто забывают, забывают слова, мысли путаются, используются, слова с трудом подбираются, есть навязчивые мысли, вы во что-то упираетесь, то пока до конца не разрушите, вы продолжаете в этот период упираться. Это, возможно, проявляется у всех по-разному, но если отойдете на достаточное расстояние, чтобы объективно оценить происходившее, вы поймете, что это так. Трудно сосредоточиться. Ну, давайте по порядку. Мы работаем с главой психика, поэтому главу ПСИ я оставляю. Здесь слово ПСИ. Здесь добавляю мысли. По 100 ян. Вот берем, опять же, большую рубрику, дабы охватить все возможные препараты. Кстати, я напоминаю, что сейчас именно период ретроградного Меркурия. И то, что я делаю сейчас, это некая попытка исправить то, что происходит в каждый этот период три раза в год. Забывчивость забывает слова. Слова забывает. Еще раз уточняю, что при подобном типе анализа, когда мы рассматриваем проблему в общем, у нас нет ничего конкретного, то вы берете рубрики с максимальным количеством препаратов. Неловкость, неуклюжесть. Люди роняют предметы, разбивают, ломают. Это тоже характеристика данного периода. Давайте так и напишем. Неловкость. Окей, 132 препарата. Добавим. Разговорчивость, говорливость. Максимальную рубрику 279 препаратов. Бесполезные занятия. Период прокрастинации. Давайте напишем. Дела, занятость. Видите, как просто пользуются программой. Бесполезная. Вот мы нашли эту рубрику. Добавили. Трудно сосредоточить мысли. Трудно сосредоточиться. Так и пишем. Сосредо. Можно не полностью вводить слова. Только часть слов. Программа достаточно быстро ищет рубрики. Трудно. Да, важная основа. Трудно. Окей, 567. Много. Но мы тем не менее добавим. И посмотрим, что у нас в конце концов получается. Боритокарбоника сульфур германиум. Веркурию с салюблис нету. Но препарат в матрице важный на данный период. Достаточно почитать то, что говорит Витулькас о состоянии, когда развитие патологии проходит через фазы замедленности, импульсивности, а потом переходит в некую стадию парноидальности. Но мы рассмотрим то, что у нас получилось интересно. Все три препарата для прокрастинаторов. Я, правда, еще не выкладывал этот материал, но постараюсь в ближайшем обозримом будущем его выставить. Препараты для прокрастинаторов. Давайте начнем с боритокарбоники. Ну, боритокарбоника, говорим, подразумеваем задержку развития. К сожалению, все мы имеем тенденцию привязываться к каким-то трафаретам и шаблонам, и в голове всплывает ощущение или понимание задержка физического или эмоционального развития. Неправильно. Боритокарбоника – задержка развития как такового. То есть у вас есть процесс, процесс развивается, и в этот период процесс задерживается, имеется в виду период ретроградного меркурия. Все процессы сбиваются, задерживаются, извращаются, меняются. Поэтому боритокарбоника с его слабой памятью, забывчивостью, вялостью, заторможенностью, боязливостью, нежеланием начинать с чего-то нового. Это, я думаю, хороший препарат на период ретроградного меркурия. Недоверчивость, подозрительность, желание скрыться от действительности, сидеть дома, не шевелиться, делать как можно меньше лишних движений, для того, чтобы меньше навредить. Также неуверенность в себе, якая характеристика, боритокарбоник, задержка развития, все, что бы вы ни делали, не работает на 100%. Сульфур. Ну, о сульфуре нет смысла много говорить. Препарат издавна известный, известны его характеристики, склонность или слабость к территизированию, перемалыванию пустого в порожнем, любовью к разбиранию и собиранию вещей, складыванию пазлов на фоне бесполезно проходящего времени и так далее. Если общее ваше состояние оно сульфурное, вам жарко и вас зудит, имеет смысл подумать и об этом препарате. На мой взгляд, то, что интересно, интересен Германиум. Это новый игрок, достаточно малоизвестный. Если информацию о первых двух вы можете найти в интернете в огромном количестве, то про Германиум много информации вы не найдете, поэтому я поставил главу из книги Патрисия Леру о металлов гомеопатии, которую она достаточно подробно изложила. Хорошую информацию про Германиум. Я лишь вкратце уточню, почему я думаю, что Германиум имеет отношение к электроградному Меркурию. Во-первых, он используется в электронике и в микротехнологиях. Это полупроводник для изготовления транзисторов. Транзистор – это полупроводниковый прибор, который усиливает и генерирует электроколебания, то есть продвигает. Германиум отвечает за продвижение процесса. Сам по себе, если мы рассматриваем физическую патологию, Германиум, страдает от паралича. Паралич как физического, так и эмоционального. Затруднения речи. То же самое с трудом находит слова. И что основное, на мой взгляд, и очень важное, его крайнее нежелание брать ответственность за происходящее или за что-то, что ему необходимо сделать. То есть попытка повлиять на этот симптом, на мой взгляд, способствует усилению и наведению некого порядка в тех действиях, что вы производите. Как вы видите, в чарте есть еще множество препаратов, но на мой взгляд, из них актуальны еще Nux Vomica в какой-то мере, когда человек находится в состоянии перманентного раздражения, когда вокруг него ломаются вещи, расстрагаются договора, планы не притворяются в жизнь и так далее. То есть, по сути, три препарата. Основных, барит, четыре, вернее, препарата основных, Меркурия и Солюбелис. Ну, как же бы мы без него? Барит Карбоника для ощущения тупизны, Сульфур для пика прокрастинации и болтовни, и Германия с его избеганием ответственности, нежеланием начинать чего-то нового. Теперь, имеет ли смысл принимать приорально-гомеопатические препараты в период ретроградного Меркурия? Однозначно нет. Информация, которую я здесь изложил, это мои личные мысли, и не является практическим руководством. Если эти гометические препараты принимать в низких потенциях, то толку от них не будут. Если принимать в высоких потенциях, то если они не подходят, они могут и навредить. Поэтому, по личному опыту, я беру их в карман. То есть, не все вместе, я просто по ощущению своего состояния в период ретроградного Меркурия беру один из препаратов и кладу его в карман в течение дня и забываю про него. Потом я могу к вечеру или на следующий день посмотреть, насколько этот день был для меня эффективен. Есть такие специальные программы, на которых вы можете фиксировать риск дел, которые произвели в течение суток. Для эксперимента я вытаскиваю препарат из кармана и в следующие сутки-двое продолжаю жить без него. Сравнивая показатели в прошествии некоторого времени, я пришел к выводу, что препарат в кармане увеличивает мою трудоспособность на 25-30%. Коллеги, это все. Надеюсь, что информация, если не будет полезна, как минимум была интересна. Всего доброго и до следующих воскресных чтений.